Я решил стать президентом, но я не буду проводить предвыборную кампанию, не буду собирать предвыборный штаб, не буду общаться со своими избирателями, я даже не буду регистрироваться в избирательной комиссии, я просто зайду на гейпстор.ру и циву шестую куплю со скидкой 70%, потому что это проще и дешевле. В этом суть гейпстора, магазина, где ты просто покупаешь дешевые игры, много дешевых игр, ссылка в описании. Итак, зрители, всем привет, с вами снова Эмбра, и мы сейчас продолжаем нашу историю Российской империи, которая ранее была казакией. Сейчас в этом видео нам нужно будет уничтожить Великобританию, нашего старого друга и союзника, но мы никогда друг другу не нравились. Да и вообще, как вы помните, ранее, когда мы из казакии образовали Российскую империю, Великобритания нас не признала до сих пор, поэтому вот. Нас, если я не ошибаюсь, признала только США, и то у меня на США тоже планы есть. О, она начала ковырять Канаду, но сейчас, что нам нужно? Я вообще-то принялся здесь ковырять Турцию, чтобы была возможность переправить наш флот из Черного моря через Средиземное и вот сюда вот, чтобы он здесь помогал. Потому что, возможно, здесь даже не хватит превосходства на море, чтобы отправить эти дивизии. Но мы, конечно, там уничтожили очень много кораблей Великобритании. Вы помните, сколько их было всего? И тут мы, короче, вон, одной только авиации за все... А еще авианосец сняли. Но это, конечно, только эсминцы до легких кораблей. Но что-то мне подсказывает, то, что у них там... О, флот Германии. Что у них там, скорее всего, подводные лодки одни остались. И, по сути, там весь тяжелый флот. Это вот здесь вот костыли с 50 кораблей, которые стоят в портах. И все. Кстати, США начало здесь делать бравые высадки. И ее там зажали. Ой, бывает. Ну, в общем, здесь флот Японии как бы работает. И я надеюсь, что тоже превосходственно нам оно добавит. Но просто это я на всякий случай как бы сделал. Переправить не можем, потому что здесь нужно полностью контролировать из двух сторон. Пролив. Япония, ты там как? Кораблей 303. То есть, сохранил свои корабли. И это марионетка США. И если мы будем воевать в США, то Японию желательно как можно быстрее убрать. И даже когда она капитулирует, здесь корабли все равно будут в Японии плавать. И понимаете то, что здесь 300 и в США тоже 300. Уже 600. Уже не пошутишь смешно. Я накинул еще сюда вот авиации. Сюда немножко подбавил. Но, как мы видим, что-то здесь вообще ситуация плачевная. Слишком много истребителей у противников наших. Сюда добавил. И уже когда я буду делать высадку, я сейчас ее уже буду проворачивать. Я перебросился сюда вот. В основном, конечно, мы вот направили все в Южную Англию. Но мы же будем делать высадку в Северную Англию. Да здесь как бы сопротивления толком-то и нету. И, кстати, бомбим мы атомными бомбами не только мы ее. США, походу, это тоже делает. Ведь Лондон уже бомбят. Там же бомбить нечего, ребят. Мы там первые как бы ударили атомными все Великобритании. Но, видимо, тут разозлились наши союзнички. Да, силу, мощь показывают свою. Короче, отправляем вот эти вот дивизии пока. 15 дивизий тяжелых танков. А эти основные я пока поставил на распаковку вот сюда вот. Я, конечно, не знаю, как оно будет вообще нормально. Нет, потому что это горы. Но это и не тяжелые танки, это основные. Так что ситуация все же получше будет, если я их распакую. Но это нам, видимо, уже не надо. Потому что нам этот флот тоже как бы не нужен. Я думал, там не хватит. И для подстраховки решил переправить. Короче, эти 12 дивизий сейчас подвожу сюда вот. Так, ну, короче, пробиваемся просто-напросто. Порт этот, он, мне интересно, он разбит. Он уничтожен 2 из 5. О, хорошо, не разбит. Ну, хотя бы не полностью, по крайней мере. Эти танки выдержат. Такое, я думаю, свободные фабрики. Эх, что нам строить? Давай-ка ядерный реактор, а? Вот еще понаставим вот здесь вот. Почему нет, а? Так, хорошо, выставку мы сделали. Сейчас мне вот, что нужно взять вот это дело, кинуть на починку вверх. Еще можно так вот подбить. И все, почесали. Пока я сейчас вручную расставлю. И сейчас, как там у нас по снабжению? А, пока плачевно. Пока не буду кидать подкрепление. Пока, пусть пока так будет. Но подкрепление, оно здесь нужно, потому что все-таки это 15 дивизий. А у Лондона дивизия 66 или 147. Ага, ясно. Ну вот, они уже здесь видны. Он на юге там много держал. Но наши танки их спокойно пробивают, на самом деле. Они истощены, я чувствую конкретно. Все-таки, блин, бомбили-то столько эту всю страну, столько времени. Так, ну, в принципе, красных. Ладно, давай-ка я переведу. Ну, почесали, да, ну, здесь пройдете. Подожди-ка, тут нет у нас флота. Ты куда почес... А, их что, не остановят? Лол, тут нету вообще-то как бы наших кораблей. А хотя, возможно, здесь корабли союзников есть. Ты нету вроде. Ладно, мы просто проплыли, я так понимаю. Их никто даже не остановил. Ну, Великобритания, я так понял, просто весь свой флот уже попрятал давно. Что там у нас, капитулирует эта фигня? О, Сингапурчик. Ах, ты под республикой Сиам находишься. А точнее уже Таиланд. Все, красные уже подъехали. Сейчас мы их расставим. И уже пойдем. О, США. Слушай, ты нашего добычи-то не забирай, а? А то это некрасиво. Так, блин, транспорт. Ага, основной танк у нас его мало. Ну, делаем потихоньку. Кстати, насчет истребителей, я им всем прокачал реактивным. Надежность до 5 и двигатель до 5 добил. Надежность нужна, чтобы потери просто были меньше. Потому что надежность... Она уменьшает потери от небоевых случаев. А это как бы тоже потери. И желательно их минимизировать всегда в авиации. Да и вообще в любом случае их нужно минимизировать. Так, в общем, проходим просто здесь. Здесь я не вижу вообще сопротивления. Уэльси, значит, мы просто проходим свободно. Удобно то, что основные танки, они как бы еще и быстрые, и сильные. Как бы и броня у них хорошая. Короче, они просто-напросто вообще универсальные. Против средних, легких, там, тяжелых танков можно выбрать тактику. Против основных тут уже такое себе. Так, Великобритания накапитулировала. О, США отгрызла себе кусок. И то не полностью на горе забрала. Ну окей, что там у нас дальше-то получается? Ох, хоть Турция не в рамки. Канаду нужно захватить. Канада, значит. Кстати, я бы не против заранее сюда перекинуть наши дивизии, к этой Канаде. Британская Индия. Ох, ты в рамки, гадина. Республика Финляндия не в рамки, хорошо. Значит, Канада и Британская Индия. Кто там у нас здесь бежал? Вот эти вот дивизии. Все, стоим. Идем вот сюда, вот. И атакуем. Так, здесь высадка у нас имеется на юге. Стянуты большие силы индусов. Дивизии-то у них тоже нормально так. Только добровольцы. Господи, 51-й год, и в этой стране стоят только добровольцы. Капец. Ну и что, тогда будем сейчас мы ее тоже захватывать. В принципе, Варскор у нас сейчас 72%. Мы его бомбардировками надбили целую тысячу, прикиньте. Потоплено вражеские корабли 412. Варскор нам дало потери 31. Лолу у нас потери вообще маленькие, можно сказать. 312 тысяч потратили только. И то, это сделано нам Турецкая Республика Стенен. И коррельство нам сняло всего лишь 7 тысяч людских ресурсов. А мы сколько ей? А мы полмиллиона. Это просто капец, какие идеальные соотношения потерь. Тек, ну и сейчас, в принципе, флот. Что здесь у нас? Вот эти верфи. Сейчас я их тогда расставлю. А, тем более, но все равно хрома-то не хватает. Лол. В Югославии закупаем. В Греции закупаем. В Швеции закупаем. Че как? Ну, уже нормально. Окей, да это сейчас я расставлю верфи наши. Да и все остальное. О, смотрите. Красная армия получает приспособленца. Это имба. Передвижение по суше. Давайте получим. Реально жестко, ребят. Я уже говорил о том, что приспособленца это один из самых сильных... Ох ты, еще и ты, господи. Один из самых сильных трейдов вообще в этой игре. Это стоит... Ну, еще экспертом по зиме ты у нас будешь. Тут эксперт по зиме. А, не хватает командного ресурса, ясно. Я хотел этих красных сейчас перебросить вот сюда вот. Я хочу отгрызть кусочек у нас Канады, чтобы получить плацдарм территориальный США. И тогда уже разминать США само. Здесь вот в Азии силы я, наверное... Че, может быть, сюда вас поставить? Ну, давайте поставлю сюда вот. Некоторую часть, конечно, придется кинуть вот сюда вот. Да и здесь чуть поставить. Потому что придется коварказать с Японии. Так, ну пока эти дивизии красные отправляю в США. Тут, в принципе, как я вижу, спокойно плавают дивизии. И их не перехватывают оставшиеся корабли Великобритании. Поэтому, как бы, все окей. Сейчас забираем туда Канаду мы и идем дальше. Свободная версия. Блин, сколько этих поломанных верфей. Капец. Кингкорн. Ладно, пусть они сначала починятся уже. А потом мы уже будем там с ними дальше работать. Пока вот меня интересует это именно Индия. Да и фронт здесь пустой. А вот на юге здесь как-то плотненько у нас. Ладно, короче, почесали просто. Поставил у нас фокус на ремонт. Потому что, ребят, посмотрите просто на вот это. Сколько тут всего поломанного. Это все нужно чинить. Также 33 атомных бомбы у нас сейчас. Ну, а здесь мы, в принципе, Германию забрали полностью. И тут у нее, как бы, тоже атомные реакторы. Вон, считайте, в каждой провинции есть. Меня вот интересует авиация. У тебя 1400. А вот в США 12 тысяч. У нас 18 тысяч. У нас не все распаковано. Да, у него, скорее всего, тоже не все распаковано. Но, тем не менее, людских ресурсов у него еще дофига. То есть, истощать его очень долго придется. А я, честно говоря, это делать не планирую. Мы сейчас понаделаем еще кучу танков. И я, в принципе, наверное, прорашу просто его. Скоро там Дели возьмем. Столица, скорее всего, улетит в Бангладеш. Ух, вас выкурят отсюда. Также, кстати, у нас здесь союзничек Франция есть. Вообще у нас еще, как бы, союзников нормально так будет. Я думаю, они нам, конечно, помогут против США воевать. Та же самая Франция. Пусть свои просто дивизии хоть чуть-чуть перебросят. 50 дивизий, 50 дивизий. Ох, как ровно. 50 здесь, 50 здесь. Все они нам помогут в США. Будет вообще прекрасно. Авиацию мы все уже изучили. Остался только флот. Подводная лодка. А вот здесь вот. Давайте-ка идите в атаку. Как у вас здесь? О, ну тут лично вообще. Все зеленое. Авиация работает. И, в принципе, здесь все нормально. Но авиации, конечно, здесь мало очень. Но я перебрасываю сюда не... Вот только вот здесь вот. В Бирме истребителей много. Но бомбардировки еще работают. Пробираемся здесь потихонечку. Доходим до Дели. Ох, бомбят. Пенджаб. Очень населенный такой участочек Индии. Но атомные бомбы в этой игре, они не убивают население. Как же его бомбят жестко. Население от атомных бомб не умирает. Наверное, это было бы слишком жестко, если бы оно умирало. Но это было бы хотя бы реалистично. Потому что это странно как-то, что вообще ни один человек не умирает от атомной бомбардировки. Как будто не все успевают спрятаться. А, нет, столица Бомбей улетела. Значит, все-таки Банглэш будет следующим. Хе-хе. Просто пытаюсь угадать. Тупо экстрасекс. Ага, здесь не проходим. Ну ладно, сейчас основные силы подойдут. А тысяча США то уходит, то приходит. Непонятно. Гонять свои, короче, дивизии просто туда-сюда. Нам бы, кстати, опыт флота бы набить. Давайте-ка это сделаем. И здесь тоже тренируйся. А вот сейчас у нас вот так вот выглядит Соединенные Штаты Америки. Демократическая Мексика. Вон, Новую Шотландию забрала. Вообще, я Индию тоже хочу забрать, но Польско-Румынский Союз. Польши нет, Румынии нету. Круто. Но Индии, скорее всего, я на закуску оставлю, схватит очков. Вот, ребят, просто сейчас. Вот скриньте просто. Вот выложите в группе. Чисто мемчик. Просто. Нету ни Польши, ни Румынии, но Союз есть. Будем надеяться, это принесет пользу. Да, будем надеяться. Порохлили просто круто. Еще бомбят здесь. Как оно красиво с космоса, посмотрите. Такой оттенок красивый. За что Индию так бомбить-то? Я понять не могу. За что ее так бомбят? Тут же нифиг делать, мы проходим. А ее направо и налево обстреливают. Ребят, нам вообще делать нечего. Если мы здесь вот пройдем, то это будет котел в Кашмире. Знаете, что я сейчас сделаю? Вот эти вот дивизии, которые у нас 92 штуки, стрелковые, я их превращу в 7 на 2. Потому что эти дивизии нам нужны были в начале игры только для обороны. А сейчас ими уже нужно атаковать. Поэтому хобана. Как там у нас арта? 4000. Отлично. Просто прекрасно. И вот это дело я сейчас беру и кидаю вот сюда вот. О, США хочет добить Великобританию. Удачи. Так, эти стоят здесь. А вот эти здесь стоят. Давайте как добьем. Я, наверное, армии сюда 3-4 переброшу. Я думаю, для США этого хватит. Хотя их там 600 дивизий. Эх. Ну, наверное, много придется перекинуть все-таки. Но в любом случае, большая часть дивизий находится у США за пределами их территорий. И когда мы начнем войну, вряд ли они все успеют вернуть к тому моменту. В самую первую очередь, я бы хотел исправить это недоразумение в Европе, а также забрать Канаду. Чтобы это не сделал США, наверное, я начну уже с Канады. Заберу именно вот эти вот территории. Да, вот так вот. И что, ковыряем теперь Европу. Беру вот это вот дело. Забираю вот это вот. Рим. Савоя. Очков у нас, в принципе, очень много, поэтому... Так, я хочу забрать еще Каталонию. Чтобы покрасивее было. Не, ну, в принципе, вот так вот будет лучше. И еще у нас здесь Румыния интересует меня. Стамбул давайте заберем. Польша, Германия и Чехия. Давайте-ка. Забираем все это дело себе. Так, Дания. Прости, но это наши уже земли будут. Насчет Турции. Я там говорил, что хочу поверху пробраться. Потому что нам... А нам здесь также еще, в принципе, нужен и Хром. Хром здесь находится. Можно вот так вот сделать. Вот. Во, вот так вот можно сделать. Кстати, насчет Турции. Мы Марионетку можем сделать? А, черт, мы не можем. Так, кстати, Кипр. Я бы даже не прочь Египет хапнуть чуть-чуть себе. Хотя, в принципе, его пока можно оставить на потом. Его вряд ли сейчас будет кто-то кушать. Я бы не то, что здесь вот немного Индию забрал. Может, вот так вот как-то. Окружим полностью Афганистан. Забрал бы вот этот вот остров. А, о, и вот это самое главное. Сингапурчик. Ой, хорошо как. Астралия Новозеландия. Новозеландию забрать не можем. Ладно. Заберу остров пока вот этот вот. Для галочки просто. И, знаете, здесь поприоритетнее будет начать грызть уже саму Великобританию. Давайте-ка я это сделаю. На всю ее не хватает очков, поэтому можно пока вот так вот сделать. Пропустили один ход. И забираем остатки. Отлично. Кстати, я бы забрал бы Гибралтар. Во. И больше в Испании ничего трогать не буду. Так, что здесь с Канадой? Ага, видим. Он уже начал себе ее маринетить. Но, в принципе, мы будем захватывать ее с востока. Не буду я ее здесь. Хотя вообще стоило растянуть. Это жаль. Это жаль. Ну, ладно, мы ее захватим с востока полностью. А вот Египет уже начали кусать. Давайте-ка я сам это сделаю. Проходим сюда вот. Судан. Ага, Сина еще забрать бы. И африканские колонии. Они, в принципе, недорогие. Почему нет? Ага, можно еще вот это вот забрать все дело. Инди тоже начали уже кусать. Давайте-ка, ладно, я Австралию заберу себе. Она недорогая. И лишний точно, наверное, не будет здесь. О, и еще остров Питкерн. Отлично. Можно здесь забрать территорию для галочки. Белиз, естественно. Багамские острова, кстати. Как плацдарм тоже неплохой. Можно отсюда сделать высадку. И бить уже с двух сторон эту Америку. В принципе, неплохая идейка. Остров Хайда на всякий случай тоже заберем. Тоже как плацдарм пусть будет. Если решим нападать еще с запада. Так, завершаем ход. Турция, вон она уже возникла. Хотя, знаете, я бы, наверное, вот так вот бы сделал. Пусть она будет внутренней. А я заберу вот это все вот вокруг нее. В принципе, нам просто Хром очень нужен. О, давайте вот так вот тоже. Ну, чтобы не закупать его. Чтобы реально не закупать просто. Так, ну, в принципе, у нас здесь только Индия-то остается. Давайте-ка ее будем забирать. Пройдусь-ка я вот так вот. А, она не очень-то и дорогая, на самом-то деле. Ее здесь, конечно, криво кусать начали, чтобы ничего не испортить. Я, наверное, вот так вот этим и ограничусь. Пусть это все забирает уже Индия сама. Хотя, насчет Испании, в принципе, я заберу, наверное, Арагон. Раз его никто забирать не хочет, это я трогать не буду. Да и Турция, ладно. Так и манит забрать вот эти территории. Заберу тогда их тоже. Все, в принципе, я думаю, наверное, можно здесь просто взять уже ход и пропустить. Черт. Ладно, это Испания, но тут еще Франция забрала себе эти земли. Ну, ладно, это было ожидаемо, в принципе. Это было ожидаемо. Так, Турция. Я вас приветствую. Мариантка США. Угу, две дивизии, 12 кораблей. Анкара столица. Не, ну, в принципе, смотрится нормально, на самом деле. Че, здесь у нас американская Индия и еще Банглдеш выскочил. Бирма появилась. Соединенные Штаты. Ух ты, вы земли забрали прям, ничего себе. Ну, в принципе, че нам здесь остается делать? Канада тоже... А, она марионетка Фран... Канада-марионетка Франции. Во, как, значит, мы здесь будем все-таки тоже воевать. Все, значит, здесь мы расставляем свои дивизии. И тогда уже в следующей серии по полной программе нападаем уже на США. Давайте тогда сейчас мы просто возьмем и исключим США из Альянса. И я начну делать цель войны. 125 дней. А нападем мы уже в следующей серии. Ну что ж, всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Скачивайте моды на русском языке из нашей группы ВКонтакте. Пишите там свои вопросы на стене или просто делитесь интересными моментами. Сидите на нашем сервере также в Дискорде. Там мы общаемся и играем в различные мультиплеерные партии. Также, если вы хотите материально помочь каналу, но еще получить крутые бонусы, то оформляйте спонсорку, внизу есть кнопочка. Ну что ж, с вами был Эмбросус и большое за просмотр. До встречи.